здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа из первых уст и сегодня мы поговорим о достижениях в автодорожной отрасли за годы независимости за 30 лет независимости у нас студии сегодня тентеков жил дыбай кимбаевич директор филиала национального центра качества дорожных активов по североказахстанской области добрый вечер дыбай кимбаевич вы у нас частый гос в студии мы очень часто так довольно таки подробно говорим о том какую работу проводит национальный центр качества именно филиал североказахстанский в течение года каких показателей вот обо всем сегодня об этом мы поговорим в принципе более такую развернутую картину дадим но начнем наверное с вашего скажем так сведения о достижении именно автодорожной отрасли нашего региона это еще когда наверное не было центра качества да когда у нас управление наверное дорожное было какие-то другие дорожные организации вот как вы видите скажем положительную сторону плюсы нашей отрасли потому что мы знаем мы видим и читаем сколько критики порой да бывает но тем не менее ну достижение значит нашей дорожной отрасли можно как бы вкратце объяснить так что наш казахстан обладает большим транзитным потенциалом то есть у нас правительством значит были разработаны ряд программ по модернизации и по ремонту дорог именно вот этих транзитных коридоров всего транзитных коридоров у нас в казахстане 6 и один из них проходит по нашей области это транзитный коридор с города маршултана до петропавловской до границы области российской федерации если говорить цифру то за годы независимости казахстане было реконструировано около 20 тысяч километров автомобильных дорог наиболее важной программы принятой в данной отрасли является государственная программа развития интеграции дорожной отрасли государственная программа развития она была 20 2020 года спланирована до нее также были приняты аналогичная программа на 2004 2006 год также были в 2010 2014 году принимались различные программы ну такие там даже последние которые программ это нурл и жол значит ну вот как бы для улучшения значит благосостояния наших трудящих то есть должна была развиться сеть дорог это допустим сейчас районные дороги много значит улучшается сельские дороги значит сейчас допустим программа которую даже у нас управление пассажирского транспорта областное которое работает именно по дорогам областного и районного значения значит тоже много уделяет внимание там получается у них значит тоже различные программы допустим та же программа до besag этого тоже именно на развитие именно сельских населённых пунктов а то есть принят ряд программ до последние именно годы и по ним вы работаете скажем то да они как ориентир но естественно что этих программах предусмотрены средства определенного деления определенных средств на развитие этой отрасли вот как как эта работа идет ну в принципе как бы на На развитие дорог ежегодно выделяется трансфер из республиканского бюджета, также с областного бюджета выделяется именно на развитие вот этих программ. Значит, ну, допустим, в 2001 году указом президента был утвержден первый государственный программ развития дорожной отрасли на 2001-2005 год. Значит, в рамках этого, которые, выделенных этих средств, значит, проходила первая модернизация наших дорог. То есть, ремонтировались первые участки дорог, это как бы улучшались показатели по качеству дорог. Значит, вот я говорю, что шесть транзитных коридоров, и один у нас проходит через нашу область. В рамках этого транзитного коридора было реконструировано в нашей области 171,2 километра автодорог республиканского значения. Также капитальным средним ремонтом было охвачено 1830 километров республиканских дорог СКО. Что касается автодорог местного значения, то за последние годы, значит, всеми видами ремонта были отремонтированы, введены в эксплуатацию около 3000 километров дорог. Это имеется в виду капитальный ремонт, реконструкция и средний ремонт дорог областного значения. Наряду с тем, государство ежегодно выделяет большие значительные средства. В 2006 году постановлением правительства, значит, в 14 областях республик Казахстан были открыты РГУ областные областные лаборатории, которые занимались контролем качества при ремонте и содержании автодорог республиканского значения. В 2019 году эти РГУ были реорганизованы путем слияния в РГП Национальный центр качества дорожных активов. Круг обязанностей и задач расширился. Ну, наряду с экспертизой качества работы и материалов, значит, наш филиал занимается ведомственной экспертизой технической документации на средний ремонт. Также инструментальное обследование и диагностика автомобильных дорог. Ведомственная экспертиза, значит, подразумевает, значит, те проекты, которые разрабатывает проектная организация для ремонта среднего ремонта дорог, они проходят через наше предприятие, значит, у нас инженер занимается тем, что проверяет правильность применения норм, расценок, видов работ и, соответственно, выдает заключение, после которого она уходит в наш головной филиал, оттуда уходит комитет автомобильных дорог, и на основании этого потом, значит, формируется республиканский бюджет, значит, бюджет области, значит, выделение этих денег, денежных средств именно на вот этот, именно с этих проектов. Ну, наш филиал также, вот за вот эти вот годы, которые с 2019 года по 2021 года, значит, также он организовывался и потом также, значит, оснащался современным оборудованием, допустим, сейчас на данный момент у нас есть передвижные дорожные лаборатории, это именно те, которые занимаются диагностикой дорог, то есть под диагностикой подразумевается то, что эта машина проходит по самой дороге, она имеет лазерные специальные датчики, различные приспособления, которые проверяют дорогу по ходу движения, также идет постоянная запись, также проверяется этой машиной модуль упругости дорожной одежды. На основании этого, этих показателей формируется, значит, как бы план работы, значит, при следующем обследовании этих дорог, значит, уже есть, меняются показатели, но обычно в худшую сторону, то есть, значит, появляется где-то колейность, просадка и так далее. Значит, это все приборы фиксируют. Значит, вы уже начинаете рассказывать о сути вашей работы, да? Давайте тогда перейдем к вопросу итогов нынешнего года, да, мы уже тоже подводим своеобразные итоги года, в конце с вами встречаемся, в завершении. Подробнее расскажите вот о работе, которую вы в этом году проводили, о проверках, о диагностике. Хорошо. Значит, у нас экспертиза качества работы материалов, значит, по республиканской сети проходила, по местной сети. Значит, по республиканской, значит, у нас объектов по республиканской сети 27 дорог, произведено 281 выездов, испытано 313 проб, из которых 58 проб не соответствуют требованиям стандартов. Выявлено 346 замечаний, в том числе грубых 36. Общая сумма затрат из расхода на переустройство, то есть переделку, составила 13 миллионов 350 тысяч тенге. Также мы произвели охват экспертизы качества работ материалов по местной сети. В рамках экспертизы работы и материалов местными исполнительными органами с филиалом было заключено 11 договоров, при имеющихся 15 заказчиков. Значит, от 73% был охват территории области. Кроме того, филиал заключил подобные договора с шестью сельскими округами. Всего объектов по местной сети 78. Вот из 313 проверок, да, 58 было замечаний сделано, да? Да, да. Вот эти замечания, скажем так, дальнейшая судьба этих недоделок и замечаний, это какие-то штрафы, это какие-то просто предупреждения. Как вот сам механизм этот работает? Вот 58 проб, которые не соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Значит, вот я же сказал, что переустройство по ним произведи на сумму 13 миллионов 350 тысяч. То есть за счет собственных средств, да? Да, да, да. Подрядчик также переделывает эту работу в связи с тем, что она не соответствовала требованиям стандарта. Так, филиалом также были с начала года направлены шесть писем в органы ГАСК Североказанской области по выявленным дефектам на участке среднего ремонта. В том числе два письма в органы ГАСК были по выявленным дефектам на участке среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения Волошенко-Сергеевка-Тимирязева. Это первый дефект был, сдвиг асфальтового покрытия был выявлен в Тимирязевском районе вблизи села Тимирязев. Второй дефект некачественно выполнил подгромтовку перед укладкой асфальтобетонной смеси на участке, расположенном в районе Шалакена. Подрядными организациями также эти данные дефекты были устранены путем фрезерования, существующего асфальтового покрытия и укладка одного асфальтобетона в смеси с последующей укаткой. По этим двум участкам были направлены письмом органы ГАСК. По первому участку ГАСК был получен отрицательный ответ. По второму участку обращение в ГАСК пока остается без ответа. Также одно письмо было выявлено по дефектам на средний ремонт улицы Дружбы в село Пресновки Жамбылского района. Там были выявлены дефекты в виде сетки трещин, ямочности на асфальте. Подрядные организации данные дефекты были устранены также путем фрезерования, существующего асфальтобетонного покрытия и укладка новой асфальтобетонной смеси. На основании письма ГАСК, значит, это письмо было рассмотрено и был составлен протокол, значит, и, значит, эксперт технического надзора, значит, был на него наложен штраф в сумме 525 тысяч тенге. С представлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора на срок 6 месяцев. Эксперт технического надзора обратился в специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловска, СКО, жалобы. И постановлением, значит, суда, значит, постановление руководителя ГАСК было отменено. Одно письмо было отправлено по выявленным дефектам на участке среднего ремонта автомобильной дороги районного значения Лавровка-Карахамыс. Там были выявлены несоответствия толщины двух кернов. После проведения лабораторных испытаний выявилось, что все четыре керна отобраны с покрытки несоответствуют по водонасечению коэффициенту уплотнения. Информация по принятых мерах по устранению военных дефектов со стороны подрядной организации филиал не поступала. Письмо ГАСК пока тоже без ответа. А как часто вы направляете письма в эту организацию и дело доходит до суда? На примере, да, в текущем году этого года. Вот в текущем году, вот я же перечисляю, именно вот эти вот... Три, да? Нет, мы их отправили шесть письменно. Шесть письменно было отправлено на... Да, да, да. И без ответа оставлены, да? Нет, там на двух мы на два получили ответы. По четырем еще пока как бы ГАСК работает. Но, тем не менее, надежда есть, что будет положительное решение? Ну, в принципе, сейчас немножко законодательство тоже меняется. Сейчас именно органы ГАСК, которые, допустим, раньше они по среднему ремонту, значит, получалось так, что они, допустим, могли выехать, посмотреть. Там сейчас идет, сейчас, как бы, моратория на проверку с целью среднего бизнеса. Поэтому они рассматривают именно у себя на основании писем, которые мы как бы пишем. Только на основании вот электронной или бумажной информации, да? Да, да. Электронной, скорее всего, сейчас. Хорошо. Давайте теперь поговорим о тех проблемах, которые существуют, да? Возможно, потом мы вернемся к этому еще вопросу. Но я знаю, что нуждался ваш филиал в специалистах, потому что сейчас такой целенаправленной подготовки, да, автодорожников нет у нас. Ну, по крайней мере, в области, насколько я знаю. Как вы ведете профоридационную работу и как решаете этот вопрос по кадрам? Ну, у нас высшего учебного заведения в области нету, которое готовит дорожников. Ну, есть, значит, колледж, это гуманитарно-технический колледж имени Мерка. Вот в этом году... Ну, в базе среднеспециального образования. Который готовит, значит, специалистов среднего звена. В этом году мы с ними заключили, значит, мораторий. Договор. Договор, да. Именно палата предпринимательства, с одной стороны, североказахстанской области, потом этот колледж. И мы заключили, как бы, трехсторонний договор. Да, да, трехсторонний договор на то, что, допустим, их студенты проходят у нас практику, обучаются первоначально АЗАМ нашей профессии. А как специальность называется в колледже? В колледже называется строительство автомобильных дорог и этот... там аэродром, специальность такая есть. Так, хорошо, они проходят практику, а затем? Затем, потом, после, по окончанию, допустим, колледжа, ну, допустим, мы будем принимать... То есть вы их трудоустраиваете? Да, если у нас свободные вакансии, как появляются, мы будем трудоустраивать. Уже положили какие-то примеры есть такого строительства? Значит, я просто не именно на этом колледже, а хочу сказать, что, допустим, есть другие учебные заведения, значит, у нас находятся, которые в Астане, в городе Нур-Султане. Значит, в Алмате, от Алматинска, ну, допустим, транспортная академия. Это уже академия. Да, 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 академия транспорта имени Теншпаева есть такая. Также имени Гончарова, это учебное заведение, тоже готовят, значит, специалистов дорожной отрасли. Также у нас есть старинное учебное заведение, которое... Это учебное заведение, раньше, наверное, строительный дорожный институт, сейчас называется технический университет имени Серегбаева. Он также готовит специалистов дорожного профиля. То есть стараетесь вы кадры там подбирать, да, в основном? Да, значит, у нас, которые свободные были вакансии, мы сейчас их заполнили. Значит, у нас для того, чтобы устроиться к нам в работу на филиал, значит, получается, предварительно проходит тестирование. То есть, значит, вначале на профпригодность и потом на оценка личных качеств, соответственно, полностью проводится. И это тот специалист, который проходит по конкурсу, значит, мы его принимаем на работу. А есть также у нас специалисты, которые находятся в резерве. Это те, которые сдали тестирование, полностью прошли, они находятся в резерве, в центральном аппарате, значит, и по мере освобождения в филиалах, значит, вакансии, значит, они туда направляются. То есть такой серьезный конкретный отбор, да? Да, да. Жалдебай Акимбайч, расскажите, пожалуйста, про акцию «Тысяча школ», которую вы проводите. Что это за акция? За благотворительную? Значит, эта акция, значит, проводит наше головное предприятие. Это, значит, акция по сечению «Тысяча школ», имеется в виду по республике. Значит, на данный момент порядка где-то, ну, вот в прошлом году, в этом году, в связи с пандемией, значит, они, значит, посещение этих школ не получается, как бы так, в офлайн, а в режиме онлайн, значит, по системе в виде конференц-связи, значит, проводим, как бы, профориентационную работу именно по этим школам. Значит, на данный момент, значит, именно, значит, нашим предприятиям посещено более 700 школ. То есть, и эта работа у нас еще продолжается. То есть, получается, вы еще и по школам профориентационную работу проводите, помимо того, что вы вот сотрудничаете с колледжем? Да, также занимаемся со школами. Что из, скажем так, достижений считаете успешными в этом году? И на чем еще предстоит поработать? Ну, я считаю, что достижением в этом году, допустим, значит, у нас, значит, очень много появились качественные дороги, которые построены в рамках вот этих бюджетных программ, значит, именно по республиканским дорогам, также по областным и районным дорогам. Значит, то есть, улучшается качество дорог, соответственно, ну, как бы, инфраструктура развивается за счет того, что дороги построены, значит, общение происходит больше людей. То есть, с каждым годом улучшается эта отрасль, несмотря ни на что, несмотря на ту критику, которую мы видим, экспертиза качества дорожных активов работает, да, развивается. Кстати, о материально-технической базе, мне кажется, вот в этом году у вас какие-то новшества были, да, что-то по лаборатории. Да, у нас, значит, предприятием приобретается дополнительное оборудование, допустим, в прошлом году мы получили, значит, большой пресс, значит, для испытания. Это новинка такая, да? Это новинка, которая раньше, допустим, мы на одном старых пресс, значит, пробы испытывали и там формовали одну, значит, там, ну, в течение, там, может быть, определенного времени. Сейчас этот же пресс современный, он сразу три пробы испытывает, то есть, формуется и делает. То есть, при улучшении качества и количества, как бы, да, увеличивается. И в этом году также мы вот еще один дополнительный пресс получили, сейчас вот на данный момент пусконалаточные работы происходят в филиале, значит, там, значит, до этого мы не могли испытывать, значит, железобетонные конструкции, допустим, значит, где-то отдавали в другие филиалы испытывать. Сейчас, на данный момент мы этой работой можем проводить сами уже. А планок на 2022 год? Ну, на 2022 год, значит, у нас получается ситуация такая, значит, мы вот в этом году впервые занялись, значит, именно диагностикой дорог областного значения. Значит, в рамках вот этой работы, значит, про, как бы, диагностику провели на 173 километра областных дорог. Эти дороги, которые, как бы, в будущем тоже будут сейчас, ну, как бы, по ним будем работать, будем улучшать качество дорог. То есть, у вас спектр полномочный расширился, скажем так. Да, да. Да, и работы прибавится. Конечно. Ну, в связи с этим, что хотите пожелать своим коллегам и всем, всем, кто является участниками дорожного движения в том числе? Ну, всем желаю, конечно, чтобы ездили по очень хорошим дорогам, чтобы... Наконец, мечта наша осуществилась, да? Да, чтобы осуществилась. И самый главный вариант, когда человек едет по хорошей дороге, он не вспоминает никого, в том числе дорожника. Недобрым словом. Да, да, да. А когда, вот, получается, ситуация там, что где-то просадки, там, колейность какая-то определенная, дорога плохая, значит, тогда, соответственно, начинает вспоминать и, как бы, нашу дорожную службу недобрым словом вспоминает, конечно. Ну, что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, также поздравляю со всеми праздниками и предстоящими, и прошедшими, и будущими. Успехов вам в вашей работе, а нам всем хороших дорог. Всего доброго. Увидимся в программе «Из первых уст». Субтитры подогнал «Симон»!